...запрещают поисковикам искать, а они ищут. Так вот... А как судебные приставы могут доказать, что это именно твое имущество, не имея в виду телевизор, а, допустим, человек купил квартиру, но оформил на другого? Это по сути... Телефон отбирают, человек плачет. А если это не его телефон? Тогда им кредит не дают. Он просто им пользуется. Все в руках, если у него есть, пристав забирает, и тогда собственник уже должен обращаться в суд. Итак, исполнительное производство. Первое. Неисполнение требований судебного пристава. Неисполнение требований судебного пристава. Если когда-нибудь к вам придут домой описывать имущество... Кого-нибудь приходили? Никак? Не пробовали еще? Пробовали, спасибо. Интересно, кстати, у меня был опыт. Значит, он приходит, и вы начинаете показывать имущество, которое вам принадлежало. И он говорит, это ваш телевизор? А вы говорите, нет, не мой, а он ваш. И он придет вам статью. А как вам проверять? Если он не будет? А когда? Как проверять? Чеки, документы? Да, конечно. Есть все, все, все. Ну, конечно, шучу, они так не делают. Они просто все забирают и уходят. А потом вы уже должны у них выцарапывать свое имущество. Вот. Но если вы будете скрывать свое имущество, не говорить то, что они говорят, как здесь, то административное право нарушение. Вести в гараж. Это все записывается. Вы что, подучивают людей, как уходят эти имущества? Думаете, люди не знают, как это делать? Люди давно все знают. И второе. Это отказ от... Отказ от блокировки. Вот как Google пишется? Google, да? Google, да? Google, да? Нет, Google. Я еще одну. Какая же? Google. Google, блин. Google. Все, как бы я написал. Google. Помните, у нас была многострадальная статья глава 13, и там были правонарушения против информации. И там было такое правонарушение. Если запрещают поисковикам искать, они ищут. Так вот, в данном случае Google наказали на этой неделе, то есть мы, то есть Госкомнадзор обратился к Google, чтобы Google не показывал определенные сайты, а Google ничего не ответил, и они наложили 50 тысяч рублей штраф. Ну, по статье, по-моему, они максимум, что можно было по этой статье опустили. То есть вот они наказали, там был. Все. Пожалуйста, в этой части. Нет вопросов на важных? А как судебные приставы могут доказать, что это именно твое имущество, не имея в виду телевизор, а, допустим, человек купил квартиру, но оформил на другого? Это, по сути, как бы... Ну, невозможно. Все. Если на вас не оформлено, это не ваша собственность. Получается, если человек должен судебным приставам, но... Нет, он не должен судебным приставам, он должен... Банку. Должен... Ну, допустим, банку. Кредитору. Кредитору, да, он должен, но им занимаются... Судебные приставы уже... Кредитор обращается в суд, суд дает исполлист, возбуждается исполнительное производство. Судебный пристав исполнитель приходит к должнику, показывает исполлист и говорит, все, забираю... А у него, допустим, ничего нет? Все. Он пишет, прекращаю исполнительное производство за невозможностью исполкнуть. У него и все, он ничего не должен своему кредитору... Нет, он просто будет приходить, время от времени к нему будет. И все. Кому ничего не будет? Он просто будет приходить, смотреть, что у него ничего нет и уходить опять. Так и делают. У него немножко обережение. Ничего же кармал, там каждый раз спрятать все вещи. Вы пробовали там жить? Нет, просто если у человека действительно ничего нет. У человека всегда что-то есть. Телефон обходит. Да, вот, например, вот сейчас всякие истории рассказывают. Приходят, например, телефон отбирают, человек плачет. А если это не его телефон? Тогда им кредит не дают. Он просто им пользуется. Все, в руках, если у него есть, пристав забирает, и тогда собственник уже должен вращаться в суд и выцарапывать этот... То есть сейчас этот человек должен быть, возьмет телефон пристава, и пристав его заберет как ему. Пристав не отдаст человеку свой сроковый телефон. Ну вот он пропустил, когда человек взял в руки, ему телефон обиктовал. Да не отдаст, я несколько раз просил в убийстве, он и не вернулся. Ну, какие-то там фантазии вы получили. Да, Леша, возьми. Так все есть правила определенные. Пожалуйста, да. А вот вы сказали, у вас есть опыт в этом деле. Да, расскажите, какой опыт. Ну, пришли в мою квартиру и описали имущество. А за что? За моего папу. Мой папа стукнул немца, ну, БМВ-школу. И папа считал, что он прав. Он показал, что он не прав, но папа говорит, что деньги не отдал. Ну, и пришли к нам описывать имущество. Вот описали имущество, а мы потом с сестрой подали в суд на папу, что это наше имущество, и отобрали все имущество от брата. А что тогда в итоге было в конце концов? Ваш папа все-таки украли? В конце концов, все закончилось прекращением из пол-производства. Потому что у папы оказалось, что ничего нет. Он всю жизнь жил-жил, и ничего не нажил. Все дети передали. А он машину стукнул. А он так просто сам стукнул? А машина мамина оказалась. А, то есть, вы же сказали, что человек хоть что-то до нас жил. Да. У него хоть что-то до нас жил. Ну, мой папа исключение. У него был сын юрист и историк дочь. И так оказалось, что у него ничего не оказалось. Он все раздал. Он очень богат. Он все раздал. Ну, через, если детей считать, то да. Есть ли еще вопросы? А вот можно нет вопроса? Смотрите, есть, например, квартира, собственность. Там эта квартира на 4 человека разделена, как у всех, получать по доле собственность. Один из них берет кредит, его не платит. Суд приписывает, чтобы приставы пришли. Как в таком случае будет делиться квартира? У него есть собственность и 1,4. Но также это на 4,3 из других. Это единственное его жилье? Жилье единственное? Если это его единственное жилье, то не... А, нет, у него единственное. Если человек единственное... Ну, сейчас хотят что-то изменить? Например, если вы брали в кредит на квартиру, купили квартиру и кредит не могли отдать, тогда квартира может пойти... Нет, это не платит. Если уже у человека была квартира, это единственное жилье, то в данном случае там очень сложные процедуры, как это изъять. Да, можно там перейти, ну, ему могут купить другую, чтобы он вдруг... То есть без жилья его не оставить по-любому. Но если у него четверть, это вообще нереально. То есть выделить эту четвертую часть и потом взыскать с собой. Ну, это нереально. То есть это... Можешь брать кредит. Это целое есть юридические, есть юристы, которые занимаются судебным производством. То есть они делают так, чтобы... Просто ее нереально продать, за этой часть взять суду, эту часть себе, а другим людям просто эту сумму разделить между ними. Мы одну восьмую долю квартиры продавали. Ну, это очень сложно. Ну, сложно? Вы дайте задание юристу, он сделает. Он продаст вам все. Пожалуйста, есть ли еще? Нет. Хорошо. Итак... Сколько у нас осталось? Тридцать минуты? Итак, мы переходим к практической части. Я прошу тишины. Я вам зачитаю сейчас статью... Сейчас я зачитаю кейс из головы. Я прошу посмотреть главу 17, где невыполнение решения суда. Там 17.3, то ли 4, то ли 5. 17.5. 3 исполнения распоряжения судьи? Да, судьи. Вот откройте эту статью. 17.3. Я расскажу вам историю и предлагаю вам написать у себя на листочке следующее. Подлежит ответственности? Не подлежит. 17.3. По этой статье. Давайте вы чуть-чуть в этом время ознакомитесь с этой статьей. Она там маленькая. 17.3. Коапа. Эта история случилась этим летом, в июне. Есть такой у нас город Санкт-Петербург. Эта была надежда. Эта история еще теперь. Эта история. Эта история.